Продолжение следует... С диаметром почти 13 тысяч километров. И мы несемся в космосе вокруг Солнца со скоростью 107 тысяч километров в час. Плюс вся система летит с бешеной скоростью из соседней туманности. Наша общая скорость — фантастические сотни тысяч километров в час. Поскольку я много путешествую по этому маленькому звездолету, люди часто интересуются. Не знаю, как вы выдерживаете все эти поездки. Ай-ай-ай, очевидно, вы просто не в курсе ваших. И вот наш космический корабль «Земля» и жизнь на нем. Люди живут на его борту уже 2 миллиона лет и не знают, что они на борту корабля, включая и вас. Вы просто не думали об этом. Но когда вы, наконец, осознаете, что находитесь на этом крошечном корабле, все вдруг выглядит совсем иначе. Не так, как вы бы думали об этом во времена Римской империи. В любой период истории, когда наши представления только формировались. Всевозможные взгляды на окружающий мир, что мы узнаем из школьных учебников и в университетах, развивались в эпоху, когда люди думали, что Земля плоская. Римская империя, Чингисхан — все они в то время думали, что Земля простирается до бесконечности. То есть империя была просто известной территорией, которую она контролировала. И за пределами известных земель империи обитали очень опасные народы. За их землями были земли драконов. И дальше лучше было просто не соваться, потому что оттуда еще никто не возвращался. Но если оставалось столько неизведанного, если Земля простиралась до бесконечности, как они думали, — значит, оставалось бездна шансов, что где-то там может быть нечто, что может позаботиться о наших проблемах. Что если просто продолжать исследовать еще чуть смелее, мы придем к горам жареного мяса. Сегодня с нами необычный человек. Скорее, даже поразительный. Мистера Фуллера называют архитектором. Кем он и является, по причине его упорной озабоченности жилым пространством. Однако он нечто большее, чем архитектор, поскольку он одержим архитектурой Вселенной. Мы все слышали об изобретении мистера Фуллера в геодезическом куполе. Сегодня его можно увидеть по всей планете. Это блестящее использование пространства и материала. Мы слышали о его карте мира и других идеях. Но что гораздо важнее, мистер Фуллер показал, как получать максимум из минимума материала путем наиболее разумного использования ресурсов, имеющихся на Земле. Он нередко говорил о том, что родился с дефектом дальнозоркости. Будучи ребенком, он хорошо видел сильно удаленные предметы. И став старше, он наткнулся на идею, что если Эйнштейн более прав, чем Ньютон, следовательно, разум должен жить в унисон со скоростью света. Синергия означает, что поведение всей системы непредсказуемо по поведению ее частей. Самый невероятный пример этого — то, что мы называем гравитацией. Одна огромная массивная сфера и другая массивная сфера притягиваются друг к другу. И мы обнаруживаем, что в каждой сфере как таковой нет ничего предполагающего, что она будет притягиваться к другой. Тут нужны две сферы. Именно эта синергия удерживает вместе Землю и Луну. Именно эта синергия поддерживает целостность всей Вселенной. Слово «синергия» близко к слову «энергия». Синергия означает, что поведение всей системы непредсказуемо по поведению каких-либо из ее частей. Единственное слово, выражающее это. По сути, человечество не знакомо со значением данного слова. Оно не думает, что наше поведение в целом непредсказуемо по поведению частей. Солнечная система, вся схема Вселенной удерживаются вместе этими синергетическими принципами. Я начал интересоваться вопросом, что есть во мне, как в совсем обычном среднем человеке, что можно обратить на пользу другим. И если бы я смог сделать такие открытия, и они были бы реально экспериментальными, это бы вдохновило других людей на подобные открытия, поскольку то, на что я надеялся и чего искал, не признавалось ни в одном учебном заведении или в ином общепринятом подходе в обращении с молодежью. И я видел, как юных людей, по сути, отучают от спонтанной непосредственности ребенка, их постоянно отдергивают и срывают их планы, так или иначе. Также, поскольку родители, часть окружения ребенка, нужно что-то делать с этими родителями. Когда, к примеру, мама очень устала и, к тому же, беспокоится о плате за квартиру, и ребенок делает что-то, что мешает ее покою, она хватает его за руку. И это случается много-много раз, так ведь? Я должен делать все, что могу для создания среды, в которой маме не нужно беспокоиться по поводу квартплаты, и она не будет уставать, что далее отразится на ее заботливости и внимании к интересам ребенка. В 1927-м я был бесконечно вдохновлен рождением второй дочери. Наша первая умерла пятью годами ранее. И у меня было достаточно причин с нашим первым ребенком почувствовать, что дети одарены гораздо больше, чем мы даже догадываемся, что каждый ребенок, возможно, рождается великим гением, что они просто теряют свои гениальные дары в раннем возрасте из-за неосознания присутствия этих даров родителями и из-за окружающих условий. И я сказал, что хочу отдать остаток своей жизни этой новой юной жизни. Я обещал обеим, умершей дочери и только что родившейся, что посвящу себя человечеству. Думаю, нет ничего абсолютно неважного. Все дело в человеке, его окружении и его времени. И можно обеспечить, чтобы окружающая среда начала работать с тобой. Мне пришлось расширить рамки того, чему я уже научился, и забыть многое из того, чему меня успели научить. Я нацелен на то, чтобы максимально оградить ребенка от введения в заблуждение и суметь дать ему всю информацию, что ему хочется и необходимо, чтобы понимать эту вселенную и управлять нашим звездолетом как следует в рамках этой вселенной. Как тогда нам в столь большом контексте выяснить, как нам использовать наш разум, наш опыт с максимальной пользой для других в максимально кратчайшие сроки? Это стало вызовом. Из этого со временем пришло огромное множество разработок, поскольку я сказал, что посвящу себя реформированию окружения, а не реформированию человека. В полной уверенности, что если предоставить ему подходящую среду, он начнет вести себя с пользой. Я знаю, что мог бы применять то, чему научился, что применял, строя боевые машины, как делать большее из меньшего. И убежденный, что принцип «большее из меньшего» мог бы сделать возможным для нас сделать столь многое из столь малого, что мы могли бы позаботиться обо всех, и что нет никакой нужды в страданиях по всему миру. В 1927 году я решил, что человек действует на основании самого фундаментального заблуждения, что человек предполагается неудачником и, следовательно, должен доказывать свое право на жизнь. И поэтому каждый человек думал, «Я докажу, что могу заработать себе на жизнь». А прочим людям остается умереть. Я решил, что заблуждение искажало то, что человек как таковой предназначен для невероятного успеха, и его исходные характеристики просто великолепны. И что необходимо выяснить, в чем состоят великие всеобъемлющие принципы, действующие во Вселенной. Как тогда метафизический человек, как разум, мог бы стать властелином физического мира? И потом я сказал, «Я думаю, тогда, моей первой большой стратегией поиска, как использовать мировые ресурсы, чтобы позаботиться обо всех, будет возврат к вопросу, как позаботиться об их быте». Что затем привело меня к тому, что я назвал высотным домом Димаксион, или 4D-высоткой. Это было десятиэтажное здание, столь легкое, прочное и отлично спроектированное, что его можно было бы переносить дирижаблем «Граф Цепелин», строившимся в то же время, и без особых затрат доставить к Северному полюсу, где его можно было бы установить. Затем я поставил себе задачу спроектировать здание с мастерской по обслуживанию самолетов, которое можно установить в удаленных районах Арктики для посадок при перелетах в Европу. Доказав осуществимость переноса по воздуху целого десятиэтажного здания к Северному полюсу, я взялся за идею дома для отдельной семьи и разработал то, что назвал домом Димаксион для одной семьи. Он выглядит как дом, подвешенный на столбе, поскольку это конструкция колеса со спицами. Она меньше весит, так что я выбрал эту модель, где ступица стала мачтой. Пространства хватит семье из пяти человек. Достойного размера спальни в каждой ванной, большая гостиная, подсобка, библиотека, терраса, сушка и гараж под домом. Все вместе вышло массой в три тонны. Эквивалентный дом с подобными удобствами и всем оборудованием в нем привычные постройки для того времени выходил больше 150 тонн, так что это была очень-очень малая часть от обычной массы дома. Что далее привело меня к целому циклу дополнительных разработок. Позже, 20 лет спустя, в 47-м году, я разработал в компании Beach Aircraft в Вичете, штат Канзас, первый реальный дом Димаксион, построенный с невероятными строительными возможностями авиационной промышленности, сделанный целиком из авиационного алюминия. Мачта была из нержавеющей стали. Она состояла из семи труб, скрепленных вместе в форме шестиугольника. Каждая труба весила меньше 5 килограммов и была 6,7 метра высотой. Наверху виден большой вентилятор 5,5 метров в диаметре, вращающийся как посадочный флюгер в аэропорту. Область низкого давления образовывалась там, где мы затем сделали отверстие в верхней части вентилятора. Весь воздух в доме проходил полное кондиционирование. Вы еще увидите выход действующей модели жилого агрегата Димаксион в виде индустрии услуг, устроенной как телефонная компания, устанавливающая то, что вам нужно там, где вы хотите. Как телефонная компания устанавливает телефонные будки вдоль шоссе, также вы сможете прийти и сказать, я бы хотел установить свой дом Димаксион вот здесь, и автономное оборудование в нем будет основано на космических технологиях. Так что, думаю, мы близки к реализации проекта. Я заинтересовался строительством после долгой работы в мире самых передовых технологий и обнаружил, как оно мало развито, как мало научных достижений вкладывается в него в отличие от вооружений. И я был шокирован, обнаружив, как мало вложено науки, обнаружил, что ни один ученый никогда не занимался сантехникой. Ванная комната Димаксион является решением для помещения, где мы купаемся и моемся, исправляем естественные нужды. Я смог целиком разработать ванную комнату со всей системой трубопровода. Я переработал все, систему электропроводки, систему кондиционирования воздуха, при общей массе всего в 200 килограммов. В 1933-м я обналичил все деньги, что мне дали, и с набитыми карманами прибыл в Бриджпорт, штат Коннектикут, чтобы показать новое слово в управлении на земле транспортом типа «Земля-воздух-вода». Поскольку он передвигался только по земле, я знал, что люди назовут его автомобилем, но разрабатывался он далеко не как автомобиль. Он был невероятно устойчив, его центр тяжести был расположен очень низко, и впервые центр тяжести транспортного средства перенесли вперед за середину колесной базы. Разработка хорошо показала себя в деле. Салон вмещал до 11 пассажиров. Среднее потребление 11 литров на 100 километров, иногда даже меньше 8 литров, что с 11 пассажирами очень мало. При рулении двумя передними колесами на оси угол поворота всего до 34 градусов. Руление же задним допускало поворот на 90 градусов, если нужно. Это означало, что для парковки требуется пространство всего, скажем, на 15 сантиметров больше моего димаксиона. Я просто подвожу нас машины к бордюру, поворачиваю заднее колесо боком, и она легко встает на место. Посмотрите на этих тюленей на выступах скал, греющихся на солнышке. Выглядит словно скалы из тюленей. Сколько их там собралось? А за ними бакланы с длинными шеями. Почти все прошедшие два миллиона лет, что человек живет на земле, он был настолько занят удовлетворением своего врожденного голода, жажды, репродуктивных порывов, что у него оставалось очень мало времени на вопросы о том, зачем человек появился во вселенной. Но сегодня очень большая часть окружающей среды под нашим контролем. У молодежи теперь немало времени. Основа проблем молодежи попытки размышлять как случилось, что они появились в этом мире и в чем ценность того, что у тебя теперь есть лишнее время. Что ты будешь с ним делать? Мне кажется, ни одному вопросу не противостояли больше, чем вопросу Шекспира, говорившего о человеке, как о неком театрале, который доволен или недоволен пьесой своей жизни. Когда я начал поиск важных вопросов, выглядевших фундаментальными, требующими ответа перед тем, как искать ответы иного рода, я чувствовал, что вопрос, есть ли у человека предназначение во вселенной, насколько он необходим вселенной, будет самым важным из требующих понимания. Чтобы понять функцию человека во вселенной, нам понадобятся отсылки к самым важным научным открытиям последних десятилетий. Лишь в последние десятилетия мы пришли к пониманию астрофизики. астрофизики имеют дело с крупнейшими системами, со всей их энергией и звездами, но мыслят и категориями атомов. И астрофизик, будучи физиком, интересуется строением атома, но также и самыми большими вещами, то есть и макрокосмическим, и микрокосмическим. Ему хочется понять взаимоотношения сверхбольшого и сверхмалого. и он пришел к осознанию, что не важно как, что в окрестностях нашей отдельно взятой планеты есть химические элементы с высоким атомным номером, вроде урана и изотопов урана. Подобные элементы постоянно распадаются и через определенное время они делятся на множество других элементов с более низким атомным номером. То есть неподалеку от Земли идет постоянный распад на элементы низшего порядка, вплоть до водорода. Но тот факт, что во Вселенной есть элементы с атомным номером высокого порядка, означает, что должно быть некое место, где они появляются. И астрофизики, занимающиеся как звездами, так и атомами, считают, что есть высокая вероятность, что элементы с более высоким атомным номером — результат очень мощных сил внутри звезды, и огромные взрывные силы направлены не только наружу. Раз каждое действие имеет противодействие, значит, есть и взрывные силы, направленные внутрь звезд, формирующие элементы высокого порядка. И мы обнаруживаем, что наша Земля получает подобную энергию в форме звездной пыли и космического излучения постоянно. Так что элементы высокого порядка могли, вероятно, попасть, быть доставлены к нам из наших небесных ресурсов. и мы также знаем, что ядро Земли, мы не знаем наверняка, но рабочая гипотеза, что в земном ядре относительно мало элементов, но очень большое количество химических элементов на Земле находятся у поверхности земной коры. Они, похоже, прибыли к нам с других звезд. Так что это совершенно логичная часть схемы. И эти физики далее отмечают, что неважно, насколько распадаются элементы. Они, в конечном счете, не распадутся дальше, чем до связки протона и нейтрона. Протон и нейтрон друг без друга существовать не могут. И у протона и нейтрона также есть... У любого действия должно быть противодействие, а также результирующее, которое отличается от противодействия, поскольку всегда есть время между противодействием и результирующей, поскольку ни одно событие не мгновенно. Всегда занимает некоторое время, и результирующее это иное. Скорость света была измерена лишь в этом столетии, а до этого никто и не предполагал, что свет обладает скоростью. Поэтому все ученые до 20 века, глядя на звезды, полагали, что каждая звезда всегда там же и была. У нас была так называемая неизменная вселенная, что было полным недопониманием. У нас была неизменная вселенная, она была в неком смысле вещью статичной. Когда Эйнштейн заинтересовался экспериментами Майкельсона, показавшими, что свет на деле обладает скоростью, что свету Солнца требуется 8 минут, чтобы достичь Земли, и 2,5 года требуется свету второй из ближайших от нас звезд. Что, глядя на одну из звезд в ночном небе, вы видите световое шоу, имевшее место 30 тысяч лет назад, и свет долетел до нас в эту самую секунду. Рядом с ней свет, летевший 3000 лет. Рядом с ней световое шоу 20-ти летней давности. Эйнштейн довольно ясно показал, что Вселенная — совокупность не одновременных, а лишь частично перекрывающихся событий. Каждая из них трансформируется, некоторых из этих звезд уже даже нет. В этом виден, сказал он, некий сценарий. Вселенная — это сценарий. Как, к примеру, сначала человек рождается, потом становится отцом, у него появляются дети и внуки, и он умирает, а они продолжают жить. Как бы глядя в небо, мы продолжаем видеть дедушку. То есть, сценарий разворачивается перед нами странным образом, весьма запутанным образом. Но Вселенная — сценарий. только с этого столетия мы мыслим подобным образом, и общество пока что так не мыслит. Далее, также говоря об энтропии, Эйнштейн сказал, «Я вижу, что этот ребенок растет и становится все больше, поэтому я не думаю, как думали ученые до него, что энергия, что Вселенная теряет энергию». Он сказал, «Я думаю, что энергия, покидая одну локальную систему, переходит, принимается другой системой». Научный анализ экспериментов показывает, что все именно так. То есть, только в 20 веке мы обнаружили, что энергия никуда не теряется, Вселенная не замедляет свой ход, и наш новый подход, подход Эйнштейна, где энергия всегда преобразуется с максимально возможной скоростью, с которой что-либо может трансформироваться или изменяться, скорость, с которой энергия радиально распространяется во всех направлениях от материи, то есть со скоростью света, так что 300 тысяч километров в секунду это нормально. Все, что мы зовем материей, это бешеное вращение энергии друг вокруг друга, формирующее локальное сжатие и становящееся тем, что мы зовем материей. И вращение идет с той же скоростью, но очень-очень локально. Всякая локальная система, отдающая энергию, следовательно, воздействует на другие системы. Мы видим, что именно так и происходит. Все живые существа, к примеру, постоянно влияют на свою окружающую среду. Среда изменяется и измененная среда воздействует на существ. Это один из путей эволюции Вселенной. А значит, изменения постоянны и изменения это нормально. Только начиная с Эйнштейна изменения стали нормой. Среди всей этой физики, энтропии и роста беспорядочности наша маленькая Земля является собой место во Вселенной, где энергия группируется с возрастающей упорядоченностью. И вот мы получаем человека среди множества млекопитающих, начинающего понимать, что он обладает способностью отсутствующей у всех прочих живых существ, называемой разумом. Нам всем присущ феномен способности к коммуникации. Поэтому расскажу, о чем уже говорил в этом году. Я выступал перед Американской Ассоциацией Нейрохирургов, двумя тысячами человек, на ежегодном Конгрессе в Чикаго. И я сказал, что, как вы знаете, два последних десятилетия неврологи и физиологи изучали мозг с помощью электродов. Эти люди таким образом выясняли немало о процессах обработки и хранения информации, происходящих здесь, а также ее коммуникации. И это просто невероятная система связи. Однако они говорят, что в отношении этой системы в целом проще объяснить все имеющиеся у них данные, предположив две первичных переменных, одну из которых я бы назвал разумом, а вторую мозгом. Проще объяснить все эти данные с помощью их двоих, чем предполагая только мозг. Почему? Потому что они обнаружили, что эта самая коммуникация идет поверх системы связи. Она необъяснима, как обратная связь самой системы. Я разделяю разум и мозг очень четко, где мозг часть физического оснащения человека. Там множество ячеек, в каждом нейроне что-то сохраняется, как на кинопленке или магнитной ленте. Каждый свой опыт он сохраняет в своем банке памяти. Мозг это банк памяти. Разум и только разум обозревает реестр переживаний в целом и время от времени обнаруживает что-то присутствующее во всех из них. Например, если взять пачку перфокарт одного размера, скажем, 4 на 5 дюймов, испещренных отверстиями, расположенных очень случайно для нас с вами. Если сложить их друг с другом вертикально, подровнять края, направить на них луч света, то можно увидеть два отверстия, через которые проникает свет. Эти два отверстия одинаковы во всех перфокартах. Это обычно называют обобщенным принципом, справедливым в каждом случае. В литературе есть нечто называемое обобщением, когда пытаются охватить слишком широкую тему слишком тонким слоем смысла, чтобы это было убедительно. Но в науке обобщение, научное обобщение означает обнаружение принципа повторяющегося в каждом случае, без исключений. Вот человек идет по лесу, и вокруг много упавших деревьев после урагана, и он идет по стволу поваленного дерева, чтобы срезать путь по бурелому. А дерево начинает опускаться под его весом, и он говорит «Что такое?» и отступает назад. И потом снова идет вперед, и оно опять начинает опускаться под ним. И он видит, что дерево, на котором он стоит, лежит поперек другого дерева, а другой конец дерева, на котором он стоит, под другим огромным стволом. Он пробует поднять его и думает «Самбо, я не поднял такое дерево». И каждый раз, когда он возвращается сюда, большой ствол приподнимается. Он думает, что нашел волшебное дерево, тащит его домой, и все поклоняются этому дереву, но довольно скоро его жена говорит «Думаю, тут подойдет любое дерево». Это и есть обобщение, и это принцип рычага. Например, если взять, возьму вот этот, это хороший кусок древесины, и я подсовываю его под камень, и пытаюсь приподнять, и, конечно, легко приподнимаю этот большой камень. Расстояние от точки опоры до груза, это плечо нагрузки. Откладываем три таких от опоры, и вот я уже могу поднять три собственных веса. Рычаг может быть хоть деревянным, хоть железобетонным. Это типичный обобщенный принцип. Их очень много, все они согласованы между собой, и работают в любой точке вселенной. Я беру кусок веревки, беру его, и начинаю растягивать изо всех сил. И чем сильнее я ее растягиваю, тем более тугое она становится. Говоря тугой, мы имеем ввиду, что веревка становится тоньше и все жестче и жестче. Это значит, что когда я целенаправленно и сознательно ее натягиваю, под углом в 90 градусов к моему натяжению она подвержена сжатию. Так мы обнаруживаем, что я слышал от многих архитекторов о попытках использования только растяжения. Без сжатия, возникающего под углом в 90 градусов к растяжению, не получалось. Теперь я беру несколько стальных стержней круглого сечения, одного размера, достаточно длинных, чтобы если надавить сверху, они легко гнулись. Они весьма тонкие. Я беру пучок стержней и укладываю их как можно плотнее в шестиугольник, как медовая сота. Это называется плотнейшей упаковкой. Они не могут быть еще ближе друг к другу. Потом я обматываю их чем-нибудь связывая вместе, и затем я нагружаю их все вместе как колонну. Нагружаю сверху. Стержни не могут гнуться друг к другу, поскольку они уже прижаты плотнее некуда. Они могут гнуться лишь друг от друга. Ничто не мешает им гнуться в эту сторону, поэтому они обмотаны. И когда на колонну идет нагрузка, ее обмотка начинает растягиваться, колонна становится чуть толще, как сигара. Это утолщение говорит нам, что обмотка подвержена растяжению, то есть помимо вертикального сжатия, колонна подвержена еще и растяжению под углом в 90 градусов. Так мы обнаруживаем, что растяжение и сжатие идут рука об руку. Еще один обобщенный принцип. Принцип волнового поведения. Бросьте камень в воду, и вы получите красивейшую волну. Видите, появляется круг, и потом даже если приходит большая волна, он сохраняет свою целостность. Давайте определим для начала то, что я называю структурной целостностью. И я хотел бы пояснить, что я имею здесь в виду. Я возьму кусок пеньковой веревки, и затем в плиту в нее с одного конца кусок хлопковой веревки, а с другого конца хлопковой веревки в плиту кусок веревки из нейлона, и завяжу простейший известный мне узел, то есть просто сделаю петлю в 360 градусов в одной плоскости и еще 360 в другой, но не затяну его. Получается узел, и это сделала не веревка, это сделал с ней я, с веревкой. И теперь я могу сдвигать этот узел по веревкам, свободный узел, я его не затягиваю, и он может скользить по всей веревке, он переходит с пеньки на хлопковый кусок. Я продолжаю его сдвигать, и вот он на нейлоне, и вдруг исчезает на ее конце. Скажем так, узел обладал структурной целостностью, это была не пенька, не хлопок, и не нейлон, хотя и хлопок, и нейлон, и пенька, все они дают хорошее понимание о форме, принятой этой структурой. У узла была собственная целостность. Когда мы бросаем камень в воду, образуется красивейшая круговая волна, и с молоком все будет точно так же, и с керосином, то есть я обнаруживаю, что эта волна обладает структурной целостностью. Далее, следующее, что я делаю, скажем, я хочу убедиться, что эта волновая структура, не только вода и не только молоко, и для этого рассыпаю мелкие опилки по поверхности воды, очень аккуратно, чтобы получился тонкий слой опилок, и потом я кладу кусочек красного попкорна на слой опилок, устанавливаю Теодолит и кинокамеру, очень точно направленную на этот красный попкорн. Мы бросаем рядом в воду камень, желтые опилки образуют волну, и красный попкорн движется дальше от центра земли, ближе к центру земли и затем в исходное положение. Он просто удалился от и приблизился к центру земли согласно структуре волны и пропустил ее дальше, так же, как куски веревки повторяли изгиб узла, скользящего вдоль нее. Я хочу, чтобы вы сейчас подумали о себе как о персонаже некоего художественного фильма. Вы все видели обратное воспроизведение, когда люди выныривают из бассейна назад на трамплин. Я хочу прокрутить фильм с вами в обратную сторону. Вот вы позавтракали. Теперь я прокручиваю фильм назад, и вся еда возвращается из ваших ртов на тарелки. Тарелки возвращаются на раздачу, еда оказывается на плите, продукты возвращаются в коробки, возвращаются в банки, потом в магазин, назад на оптовые склады и обратно на фабрики, где их подготовили. Потом сырье грузится в грузовики, затем на корабли. И вот мы доходим до ананасов на Гавайях. Они возвращаются на стебли, дождевые капли возвращаются в небо и так далее. И за этот быстро прокрученный назад месяц сошлось вместе практически все, что сейчас внутри меня и вас, что постепенно становится вашими волосами, кожей и так далее. То, что пару месяцев назад было в потоке воздуха над далекими горами. Иными словами, вы стали полностью рассеянны повсюду. И я предлагаю вам подумать о себе интересным образом, поскольку все это было траекториями. При наличии индикатора, при возможности отследить и сфотографировать это, мы бы видели, как очень далекие друг от друга химические элементы постепенно становятся все ближе и ближе и, наконец, оказываются в этих разнообразных растениях и плодах, упаковываются в банки, отправляющиеся в магазин и, наконец, становятся мной, временно становятся моими волосами, ушами или моей кожей и потом медленно разрушаются, становясь летающей вокруг пылью. Иными словами, я намекаю на концепцию, что каждый из нас является очень сложным набором узлов, скользящих в форме очень сложной структурной целостности, с которой вы родились. Недавно сбросил 8 кило. У меня был лишний вес. Я спросил себя, кто это был? Не я. Я переработал тысячи тонн еды, воздуха и воды с момента рождения, и ни грамм из этого не был мной лично. Когда я умру, во мне все еще будет около 65 килограммов. И их также можно просто выкинуть, ведь это лишь вчерашние хлопья. Людей взвешивали множество раз, когда они умирали. Потери веса не было. Чем бы ни являлись вы и я, мы нечто метафизическое. Каждая волна во Вселенной обладает своей собственной целостностью. Совсем нетрудно понять, что во всей огромной схеме Вселенной должны быть области, где энергия накапливается, и области, где энергия распределяется. За геофизический год мы получили... Ученые по всему миру подсчитали, что на Земле оседает что-то около сотни тысяч тонн звездной пыли в день. Со всей этой звездной пылью на поверхности мы получаем химические комбинации, обеспечивающие рост, и в итоге появляется тонкий плодородный слой, где в результате основных биологических процессов происходит рост травы. Мы также получаем огромное количество излучения постоянно. Мы называем это космическим излучением, приходящим от других звезд. И Солнце, конечно же, тоже звезда, ближайшая к нам. Так что солнечная радиация, безусловно, самая очевидная из всех получаемых нами энергий. И энергия, приходящая от Солнца, не отражается от нашей планеты, словно от полированной зеркальной сферы, отражающей это излучение и ничего не поглощающей. То есть наша планета накапливает в себе огромный объем этой солнечной радиации. Сначала в атмосфере, как это происходит, когда пояс ваналина начинает изгибать поток излучения. И затем атмосфера изгибает его еще сильнее. Голубой цвет нашего спектра и цвет нашего неба — следствие этого. И она изгибает поток излучения еще больше. Три четверти поверхности Земли покрыты водой. Вода изгибает его еще сильнее. Если опустить палку в воду, вы видите, как оптически она кажется согнутой. И серия подобных изгибаний в конечном счете принуждает его двигаться постоянно горизонтально, задерживая в пределах нашей планеты. Так что огромный ее объем сохраняется в виде тепла в нашей воде и атмосфере. И с водой она попадает в Гольфстрим, в Японское течение и так далее. И следовательно, наша планета, Земля, является местом, где энергия задерживается, где энергия концентрируется и накапливается, как и звездная пыль. Затем на поверхности Земли, в этой накопленной звездной пыли, начинают действовать биологические организмы. в морях это водоросли, а на суше на суше это растительность. Мы с вами не можем получить через кожу достаточно энергии для жизни. И чтобы то, что мы называем жизнью, продолжалось, она должна обновляться. И поскольку любой системе свойственна энтропия, жизни требуется получать гораздо больше энергии, чем она отдает. Так что у нас должны быть способы поглощения этой энергии. Для нас созданы источники излучения, и в общем все вокруг создано за нас. Нам не пришлось заботиться о способности переваривать пищу, или вообще необходимости испытывать голод или жажду, пить нужную воду или вдыхать воздух, чтобы окислять все эти вещи. Все это было создано за нас. И все необходимое нам химически для этого просто ждало нашего появления. И я понимаю, что человек, нуждающийся в регенерации и поглощении энергии, не способный получать ее в нужном объеме через кожу, и единственное, откуда мы получаем нашу энергию, это из других частей Вселенной, в первую очередь от Солнца. Очень интересно затем отметить, что все это уже присутствовало. Все эти деревья и травы здесь. Я просто смотрю на миллионы травинок на этой крошечной полоске Земли. Все создано, чтобы получить наибольшую возможную поверхность для накопления наибольшей энергии, идущего посредством фотосинтеза. Фотосинтез безупречный химический процесс, преобразующий солнечную энергию в безупречные молекулярные структуры. Итак, мы искали ступень развития Вселенной, в которой все не только сжимается и все более упорядочивается. И куда уж упорядоченнее, чем безупречные молекулярные структуры. Получается, что растительность противостоит энтропии. Все системы при взгляде изнутри вогнутые, а при взгляде снаружи выпуклые. Вогнутая и выпуклая разные вещи, поскольку вогнутая накапливает и сохраняет энергию, а выпуклая распределяет ее. Вогнутость фокусирует излучение, а выпуклость рассеивает его. То есть это разные вещи и по-разному влияют на энергию, но они не могут существовать друг без друга. Далее, физики, как я упоминал, говорят о протоне и нейтроне, не существующих по отдельности. То есть перед нами три несуществующих друг без друга феномена растяжение и сжатие, вогнутая и выпуклая протон и нейтрон. И я разработал нечто под названием теория функций, где мы имеем x и y в качестве двух функций, изменяющихся в зависимости друг от друга. И далее получается, что x обозначает либо растяжение, либо выпуклое, либо протон. И y тогда обозначает сжатие или вогнутое, или нейтрон. и она может описывать любые из подобных сопеременных. Поэтому называется теорией функций и охватывает все из них. Затем я иду дальше и отмечаю, что могу взять такое понятие как относительность. И относительности без созависимости между x и y быть не может. И есть принцип дополнительности и сопряженности, как мы узнали ранее. Но сопряженности не может быть как минимум без двух сопеременных, дополняющих друг друга. Потом я обнаруживаю, что сопряженность и относительность не одно и то же. И я хочу найти нечто, что объединяет оба эти понятия и нахожу понятие Вселенная. Теперь я вернусь к тому, с чего начал, когда сказал, что беру кусок веревки и растягиваю его. И у меня в руках не было никакой веревки. Я делал подобное, выступая перед тысячами людей, и никто не сказал, что у меня нет в руках веревки. Я называю это первым уровнем обобщения. Каждый из слушавших взаимодействовал с веревками много-много раз. И я просто говорил, что она из нейлона, хлопка или из чего угодно. Они не перебивали, поскольку я не говорил ничего противоречащего опыту каждого с любой веревкой. Вот что я имел в виду под обобщением. Это первый уровень обобщения, что я беру кусок веревки. Второй уровень обобщения, обнаружение неотъемлемости друг от друга, растяжения и сжатия. Я понимал, что происходит еще нечто совершенно противоположное, пока говорил, что просто растягиваю веревку. Третий уровень обобщения, когда я взял несуществующие друг без друга растяжения, сжатия, вогнутые, выпуклые, протон, нейтрон и поместил их в рамки теории функций. Теперь перед нами обобщение, охватывающее множество обобщений, и это серьезнейший шаг вперед. Потом я иду еще дальше и беру относительность, включающую в себя теорию функций, но еще есть дополнительность, и в поиске того, что объединяет оба эти понятия, дохожу до Вселенной. И получается, когда я беру кусок веревки, это первый уровень обобщения, второй уровень вогнутая и выпуклая, третий уровень обобщения это теория функций, четвертый уровень это относительность или дополнительность, пятый уровень обобщения это Вселенная. Каждый из уровней здесь это обобщение обобщений. Разум способен иметь дело с обобщенными принципами, этими абсолютно абстрактными, невесомыми феноменами. И насколько мы знаем, ни одно животное не применяет подобных обобщенных принципов. Получается, что уникальность человека в его разуме. Только разум может взглянуть на все те перфокарты и вдруг обнаружить в них те два отверстия. Помню, как впервые увидел кильваторную струю за кораблем и, глядя на всю эту белизну пенных пузырьков, сказал, она белая, потому что состоит из пузырьков. И спросил, как думаете, сколько пузырьков тут сейчас? И ответил, что тут просто фантастическое количество пузырьков в этой волне. Взгляните на всю эту белизну, на все эти пузырьки. Красивые безупречные пузырьки один к одному. И я сказал, нас учили в школе, что чтобы создать, поскольку пузырь — это сфера, нужно использовать число π, а число π равно 3,1415 и дальше цифр до бесконечности. Мы знаем, что его нельзя вычислить до конца. Его называют трансцендентным и рациональным. И я сказал, каждый раз, когда природа создает один из таких пузырьков, до какого знака она высчитывает π, пока не поймет, что его вычислить нельзя? В какой момент природа решает создать фальшивый пузырек? И добавил, не думаю, что природа выпускает неидеальные пузырьки. Я думаю, природа не использует π. Поэтому почему не искать пути, которыми природа умудрилась упорядочить все спонтанные взаимосвязи без использования подобных чисел? И я вполне уверен, что обнаружил систему ее координат, не содержащую совершенно никаких иррациональных чисел, поскольку в химии вы наблюдаете связь H2O, а не HPO. Только целые рациональные низкоразрядные числа для всех ассоциаций и диссоциаций. Я не пытаюсь имитировать природу, я пытаюсь найти принципы, которые она использует. Эти морские водоросли одна из самых удивительных структур, очень-очень стойких к растяжению, и у них эти симпатичные маленькие луковицы с воздухом, позволяющие им плавать на в точности нужной глубине в океане. На в точности нужной глубине для ее процветания и выполнения своих функций. Я пытаюсь разобрать ее на части. Взгляните, прямо как пластик, и все эти маленькие цепкие завитки по всей длине. Природные структуры для меня просто совершенно невероятно изумительны. И я спрашивал об этом, выступая перед учеными, и многие из них говорят, что редко видят красоту заката. И никто не поднял руку. У них было 500 лет, чтобы объединиться вокруг этой фундаментальной информации, и они ничего не сделали. Обучая детей арифметике и давая им возможность рисовать картинки, мы затем говорим, что покажем вам, как вы можете соотносить эту картинку с арифметикой, и как проделывать всякие вычисления с помощью того, что называют геометрией. Геометрия, что значит измерение Земли. И начиная учить детей, мы говорим, давайте представим себе плоскость. Мы сходу начинаем с концепции, что Вселенная простирается буквально до бесконечности. Мы говорим ребенку, вот линия, и эта линия тянется до бесконечности, и плоскость простирается до бесконечности. Это сбивает ребенка с толку, поскольку он относится к миру, как любой ученый, он любит иметь дело с экспериментальной информацией. Для него рассказ учителя о бесконечности оказывается разговором о том, с чем он еще просто не сталкивался. Я на деле убежден, что источник наших проблем в нашем постоянном стремлении к ощущению успокоенности. Так меня учили, мне этого вполне хватило, мы вполне этим обходились, и нам было реально весело, и так далее, так что пусть все так и остается. Слишком сложно переписывать книги во всех этих библиотеках, переучивать всех учителей, преподающих все таким образом. Так что мы продолжаем учить, как учили. И плоская геометрическая фигура, описанная, к примеру, как треугольник. Треугольник — это область, ограниченная с замкнутой линией, с тремя сторонами и тремя углами. Круг — область, ограниченная с замкнутой линией, на равном удалении от некой точки. Квадрат — область, ограниченная четырьмя равными сторонами с четырьмя равными углами. Все геометрические фигуры являются областями, ограниченными с замкнутой линией. Что, как следствие, учит наших детей, что все достоверное и исчисляемое всегда лежит только по одну сторону от этой линии. Для лежащего по другую сторону от нее у нас нет определений. Почему? Потому что оно идет до бесконечности, а значит, не может быть определено. Из-за такого начала изучения планиметрии и абракадабры бесконечности мы задаем таким образом базовое предубеждение. Так мы внушаем детям, что лишь наша семья безопасна, она с понятной стороны от линии. Наш город, наша страна. Оно всегда так. Это предубеждение. Далее, когда мы имеем дело с тем, что называем системами, а системы концептуальны, и из них состоит вся Вселенная, без деления на внешнее и внутреннее, плюс маленькая часть Вселенной, которая система сама по себе. И системы формируются во множестве направлений, создавая сферы, кубы или крокодилов. еще одно из свойств, присущих системам, что они обладают единой поверхностью. Затем, если начертить замкнутую линию на замкнутой поверхности, к примеру, на Земле, мы автоматически делим всю ее поверхность на две области. Если, например, начертить окружность вокруг нашей Земли по краю плоскости, проходящей через ее центр, мы получим то, что называем экватором. Он делит Землю на южное полушарие и северное полушарие. Если выйти отсюда на улицу и начертить небольшой круг на Земле, вы автоматически поделите поверхность Земли на две области и скажете, что не собирались делить большую Землю, планету. И поскольку вы не думали о вещах, идущих до бесконечности, большим шоком становится осознание, что вы чертили на самой планете. Глядя на любую картину, на любой рисунок, если покопаться в памяти, вы увидите, что все состоит из линий внутренних областей и пересечений. На проведение этих линий требуется некоторое время. И сколько времени требуется для этого измеряется некими циклами. Мы смотрим на часы, сколько прошло секунд. Столько-то циклов, столько-то сердцебиений. И вы проводите линию в данном направлении, столько-то сердцебиений или секунд. И затем меняете направление. И вы должны сказать, каков угол этого изменения. Для начала разговора о каком-либо угле вообще, у вас должна быть некая линия отсчета. И вы берете, скажем, за линию отсчета, линию от головы к ногам. Итак, вот эта линия, и вы откладываете от нее угол от этой вашей линии. Вы движетесь под таким-то углом от вертикали. И движетесь столько-то секунд. Затем вы говорите, я меняю направление, идя под другим углом, также описываемым относительно исходной линии. И мы обнаруживаем, что любой феномен во Вселенной можно описать математически с помощью изменений углов и частот, где частота — число циклов, которое заняло движение по каждой линии. Теперь, зная, что время измеряется циклами и линиями длиной в некое количество циклов, я начинаю размышлять о структурах очень интересным образом. К примеру, представим, что это ожерелье. Это ожерелье, а я могу повесить его себе на шею. Оно пластично, и оно таково, поскольку все углы изменяемы. Далее, линии, которые той или иной длины, поскольку, как мы сказали, каждая из этих линий длиной во столько-то частот, столько-то сердцебиений оттуда до сюда. Все эти линии всегда одинаковы, их длина не меняется, все, что тут меняется, это углы. Теперь я уберу одно из звеньев ожерелья. Убрал. Оно остается таким же гибким и также ложится по форме тела. Теперь я выну еще одно. И ожерелье остается таким же гибким и ложится по форме моего тела. И теперь я выну еще одно. Технические сложности. И я хочу вынуть еще одно. и ожерелье все еще гибкое. Обычно мы называем то, что осталось на данный момент квадратом. Но на самом деле это не квадрат, потому что может быть ромбом и может лечь мне на плечи. Это ожерелье. Его можно повесить на шею. Оно совсем гибкое в этом смысле. Или можно сложить сегменты в один. Я вынимаю еще одно звено из этого ожерелья. и вдруг происходит нечто неожиданное. Структура более негибкая. В первый единственный раз я могу надеть его на голову, но оно уже совершенно не пластично. Углы уже не меняются. Это то, что мы называем треугольником. И с треугольником, если убрать из него еще одно звено, не останется никакой внутренней области. Так что перед нами предельное состояние. Мы дошли до момента, когда оно вдруг перестает изгибаться, что означает, что углы более не меняются. Мы знали, что линии совсем не менялись, только углы. То есть треугольник становится тем, что мы назовем структурой. Треугольник состоит из шести частей. Этой стороны, трех сторон и трех вершин. И сами вершины укрепляют структуру так, что мы видим... Давайте возьмем одну пару сторон. Они как рычаг, как ножницы или плоскогубцы. Чем дальше они расходятся в стороны, тем большую работу можно совершить. У вас большее плечо рычага. То есть мы берем самые концы этих рычагов и вставляем между ними клином еще один элемент. И он стабилизирует противоположный ему угол. Так что треугольник является структурой, где каждая сторона стабилизирует противоположный угол при минимальном усилии. Значит, то, что мы называем структурой в нашей Вселенной, это комплекс энергетических событий, внутренне взаимно стабилизирующих друг друга. И треугольник единственный такой внутренне взаимно стабилизирующийся комплекс событий, то есть треугольник это структура. И треугольник состоит из трех частей. Вы слышите слово «три». Здесь есть след от слова «трасс», означающего «связка». Хотя оно в общем из латыни, от тройственности треугольника. И он был известен человеку с очень давних времен. Так что когда я хочу построить что-то, чтобы все реально работало, мне нужно использовать одни треугольники. Давайте взглянем на нашего друга, на куб. И многие думают, что кубичность зданий делает их устойчивыми. Но вот вам это кубическое здание, и в нем нет никакой структурной устойчивости вообще, углы совсем нестабильны. Поскольку мы видим кубы в составе разных структур, и действительно хотим понять, в чем тут дело, и знаем, что они не структурные системы сами по себе, в то время как «тетраэдер» является базовой структурной системой, я покажу вам простейший способ получить наипрочнейшую кубическую структуру, просто объединив два тетраэдера вот таким образом. Вот такой куб. У него восемь вершин. И во Вселенной есть еще две структурных системы помимо тетраэдера. В самом тетраэдере у нас по три треугольника у каждой вершины. Есть также октайдер с четырьмя треугольниками у каждой вершины. А также есть экосайдер с пятью треугольниками у каждой вершины. Шесть треугольников у каждой вершины невозможны, поскольку это дает в сумме 360 градусов. Их нельзя умножать до бесконечности. Система должна иметь возможность сложиться в структуру, иметь внутреннее и внешнее пространство. Все ограничено тетраэдером, октайдером и экосайдером. И любая структурная система во Вселенной и по сути любое событие есть то, что называют есть действие и совершая действие, делая шаг вперед, мы отбрасываем Землю назад. Вы видели, как автомобиль стартуя отбрасывает назад камни из-под колес. И любое действие имеет не только противодействие, но и результирующую, поэтому камни летят назад. Итак, каждое событие во Вселенной имеет три направленности действия, противодействия и результирующую. И эти линии могут представлять собой любой наш опыт, мы называем их векторами. Это энергетические события, и энергетическое событие зависит от того, сколько энергии было затрачено, какова его масса, в каком направлении оно движется, с какой скоростью. И все они выражаются углами и частотами, то есть это одно энергетическое событие, действие, противодействие, результирующее. Далее, физик может использовать подобное представление векторов, как базовых энергетических событий. И у него есть два самых фундаментальных типа энергетических событий. Поскольку есть протон и нейтрон, оба они называются нуклонами. И мы знаем, что протон и нейтрон всегда сосуществуют. Протон обладает энергетическими побочными эффектами. У протона есть электрон и антинейтрино, а у нейтрона есть нейтрино и позитрон. И каждый из них в физике называют половиной кванта, половиной постоянной планка, половиной спина. Каким-то из этих трех терминов. Теперь я соединю одну половину кванта с другой половиной кванта. И мы обнаруживаем, я всегда соединял их вместе абсолютно одинаковым образом. Я называю это «папа соединяется с мамой». Этот папа соединяется с мамой, и здесь у меня снова папа, должен соединиться с мамой. Затем еще один папа, должен соединиться с еще одной мамой. Что придает ему прочность. И теперь у нас остался один папа, и мы видим одну оставшуюся маму. Соединяем их друг с другом, и вдруг у нас получается стандартный тетрайдер, являющийся основной структурной системой во Вселенной. И поскольку каждый из них был полуквантом, их объединение дает один квант. И теперь мы видим очень важную концепцию, характеризующую физику и все понимание структуры. Теперь я беру сам экосайдер. И я мог бы взять... Мы помним, что базовая единица кванта имеет шесть ребер или шесть векторов. То есть базовое энергетическое событие описывается шестью векторами. И называем это одной квантовой единицей. У него всегда будет шесть ребер. Мы видим, что у октайдера двенадцать ребер или две квантовых единицы. У экосайдера тридцать ребер. А тридцать, поделенное на шесть, дает пять квантовых единиц. И тетраэдер сам по себе имеет тогда шесть ребер или одну квантовую единицу. Опять же, если взять объем тетраэдера за единицу, октайдер вмещает четыре таких объема, а экосайдер вмещает почти практически двадцать четыре таких объема. Таким образом, одна квантовая единица, имеющая шесть ребер, дает одну единицу объема. Здесь у меня, однако, две квантовых единицы, дающие четыре единицы объема. А тут я получаю двадцать единиц объема на пять вложенных квантовых единиц. Таким образом, мы получаем наибольший объем при наименьшем числе квантов в экосайдере. Поэтому он стал моей базовой структурной системой для геодезических куполов, и природа использует его для протеиновых оболочек всех вирусов. Мы помним, что шесть векторов или ребер дают нам одну квантовую единицу. Я уберу одну единицу кванта из экосайдера, имеющего тридцать ребер, или пять квантовых единиц. Я уберу одну из них, и четыре оставлю на месте. Для этого мне нужно развернуть его. Я выну один стержень, вот так. Затем я выну еще один вот здесь. Поверну и выну еще один вот здесь. Я перехожу к другому полушарию напротив этого треугольника. Я вынул уже три ребра, и я хочу оставить тут как есть. Поэтому теперь вынимаю одно здесь. И одно вот здесь. это пять. И нужно вынуть еще звено. Вот оно. И теперь перед нами так называемое векторное равновесие с восьмью треугольниками и шестью квадратами. Расскажу по порядку. Я беру данный верхний треугольник, и его нужно опустить в направлении к треугольнику на столе. И треугольник на столе не должен вращаться, как и треугольник наверху. Я просто опускаю верхний вниз. И когда я начинаю это, он вдруг переходит в стадию экосайдра. И я продолжаю опускать его. Вершины треугольников смотрят на меня точно так же, все ниже и ниже, и он вдруг становится октаэдром. То есть мы наблюдаем полную трансформацию от векторного равновесия через экосайдр до октаэдрального состояния. И предположим, мы видим, что все эти векторы или ребра стали сдвоенными. Это очень мощная конструкция. Теперь предположим воздействие силы. Если я давлю на него вот здесь, она заставляет его сжиматься. Предположим, эта структура вращается в космосе, как группа звезд. Если другое крупное звездное скопление окажется рядом и вызвав гравитацию просто замедлит эту группу, оно заставит ее сжиматься. И допустим, данное сжатие движется в моем направлении, вот так. И теперь я сделаю, чтобы эта вершина повернулась и сложилась подобным образом, став тетраэдером. Итак, мы проследили полную трансформацию от векторного равновесия через экосайдр, через октаэдр до тетраэдера, то есть три базовые структурные системы во Вселенной. И теперь вы видите, что все векторы счетверены. Таким образом идет переход, к примеру, от углерода, имеющего относительно малый вес и твердость, до очень твердого алмаза путем удвоения векторов или ребер. Теперь мы разворачиваем все назад, поднимая вверх, возвращаясь к нашему другу векторному равновесию и обнаруживаем, что структура умеет танцевать. Иногда это называют джиттер багом. Танцует, танцует, танцует. Поскольку центр не вращается, эта точка всегда смотрит на вас. Вся система сжимается симметрично. Все 12 точек смещаются к общему центру симметричным образом. Здесь мы имеем просто исключительный уровень конструирования, учитывая, что потом будет давление на крышу вашего сооружения. Вы используете идею уплощения структуры, но давление наверх здания означает, что все сооружение сжимается симметрично. Векторное равновесие содержит в себе всю феноменологию структуры Вселенной и 12 его вершин. Если взять один из центров, это называется векторным равновесием, поскольку состоит из 4-х шестиугольников. Вы видите шестиугольную плоскость здесь, в центре, затем шестиугольную плоскость здесь, шестиугольную плоскость здесь и четвертую здесь. И в каждой от центра идут 6 лучей к вершинам, и все эти 12 лучей к 12 вершинам равны по длине ребрам, поскольку у шестиугольника 6 сторон и 6 таких лучей равной длины. Поэтому тенденция к расширению и тенденция к сжатию находятся в полном равновесии, поэтому я называю это векторным равновесием. И оно представляет собой плотнейшую упаковку сфер вокруг одной сферы, центральной сферы здесь и 12 сфер вокруг нее. То есть это представляет основу всех атомных структур и прочего, всех колебаний волновых феноменов, которые я обозначил в нашем электромагнитном мире. Человек не замечает векторное равновесие, оно безупречно, как Бог. Это истина, которая выяснена, безупречность, которая достигнута. И система, ближайшая по компоновке ко всем комплексным структурам во Вселенной, что мы можем обнаружить, к самой Вселенной, это человек. Знаешь, что можно сделать, Дейл? Я вижу, как ты доходишь... Я вижу, что ты как бы доходишь до Антарктики и назад. Весьма неплохо. Я называю это реестром мировых ресурсов, тенденций и потребностей человека. Это моя штаб-квартира. Так что теперь я могу видеть весь мир целиком. Без каких-либо искажений, сравнительных очертаний, сравнительных размеров и прочих данных. И это очень удобно, поскольку я также смог сделать ее так, чтобы все так называемые пустоты, где карта обрывается, все были бы в водных районах, так что нет разрывов в очертаниях материков, которые есть на всех картах нашей планеты. Теперь можно видеть весь мир целиком без видимых искажений и разрывов в контурах материков, как один мировой архипелаг и единый мировой океан, что дает мне базовый фон, относительно которого мы можем исследовать ресурсы, загрязнения и так далее, в полном объеме, не в неких процентах. Но если размещать это на сильно искаженном заднем фоне, как на проекции Меркатора, получаешь неверную информацию. Но поскольку здесь нет искажений, мы можем выяснить, где находятся демографические центры для всех людей. И я втыкаю тысячу булавок, каждая из которых это одна десятая процента человечества. Где оно на самом деле живет? Я размещаю их на базовом фоне, и карта точная. Так что любые цифры, нанесенные на нее, можно прочесть как реальные данные. Но если карта сильно искажена, вы не получите такого эффекта. Так что каждая булавка здесь одна десятая процента человечества. Я хочу, чтобы вы просто оценили, глядя на это, насколько в общем редко населена Америка. Примерно та же плотность населения в Южной Америке. А теперь взгляните на фантастическую плотность в Европе, концентрацию людей в Англии, концентрацию в Западной Европе. В Италии немного лучше, и вы видите, как она падает далее в России. А потом вдруг эти огромные расстояния, разделяющие популяционные центры России, Индии и Китая. Если взять вот эту территорию, то на ней живет половина человечества. Бум, просто посмотрите на это. В Китае появляется первый наборный шрифт для печати, первые воздушные шары, четырехкомпонентные сплавы в 2000 году до нашей эры в Китае. Индустриализация в общем началась здесь. Разделение натяжения и сжатия, прекрасные паруса и мачты, и затем, затем все это движется на запад и по всему миру. Совершенствуется обработка металлов в Индии и еще более в Европе при изготовлении оружия и так далее. Затем начинается реальная индустриализация, и все великие ученые были вот здесь. Тут происходит не только согласование моей деятельности по всему миру, которая растет. Я буквально живу по всему миру. Но также у меня есть уникальная функция открытия новых рубежей. Возможно, что мировая игра, что я здесь разрабатываю, может стать программой освоения всей вселенной. Моя тема основана на очень большой картине и очень большая картина в том, что все человечество сейчас в процессе перехода столь беспрецедентного, столь неожиданного, что его действительно очень сложно осмыслить. И это не просто переход в некое зазеркалье, где ты сталкиваешься с перевернутой калькой вчерашнего дня. Могу сказать, что сейчас одновременно около 66 миллионов детей растут в утробах своих матерей. 66 миллионов очень большое число. Это была бы десятая страна в мире по населению. И я думаю, все человечество выходит из некой общей утробы собственного допущенного невежества. Допущенного невежества, не говорящего о человеческих возможностях, но вызванного самой природой всего процесса обновления жизни на Земле. Что новая жизнь, появляясь на свет, абсолютно беспомощна и совсем не осведомлена о своем замечательном снаряжении. И это абсолютная неосведомленность и есть то самое невежество. Вот о чем я. Во времена моей молодости человечество на 90% было безграмотным. И мы вдруг достигли почти полной 90% грамотности. Где бы я ни оказался в мире, у людей хороший словарный запас. И этот словарный запас сегодня растет за счет радио, проникающего в их дома. Не только из-за школ, а за счет телевидения еще больше, где они могут соотносить слова и изображения, видя сам объект. Так что у нас появилась возможность общения. Мы постепенно обнаруживаем, что на деле обладаем этой общей способностью извлекать информацию и находить весьма достоверные описания физической вселенной, которые можно применять. Демократия определенно не может работать, пока реально присутствует толпа неграмотных, кто просто не знает, что происходит. И оставляет это структуре власти, обладающей всей разведанной информацией, и принимающей решения, которых люди по сути не понимают. Так что я бы сказал, мы подходим к совершенно новому моменту, когда может случиться, что феномен демократии реально мог бы сработать. Есть логичные вещи, которые можно и должно сделать для всего человечества, которые для демократии могут выглядеть очень спонтанными и которые ты просто делаешь. С распространением информации, идущим по всему миру, это могло бы стать возможным. Я считаю, что это момент, к которому мы действительно приближаемся. Вы начнете наконец осознавать, что нужно делать. Как нам самоорганизоваться, чтобы обеспечить достойным жильем не один, а 99% человечества при удвоенной или утроенной продолжительности жизни, дав им шанс радоваться жизни на земле. И это ответственность на проектирование. Так что, когда говорят, сегодня все говорят об экологии, поскольку мы, архитекторы, ничего не делаем, не пора ли нам нарисовать по паре картинок каждому и построить это достойное жилье? И вам не придется беспокоиться о красоте или симпатичности, поскольку если вы на деле понимаете свою задачу и решаете ее верно, так что жизнь действительно продолжается, это и есть обновление жизни. И если делать это наиболее экономично, настолько, что это реализуемо, оно всегда выходит красиво. Именно поэтому Роза прекрасна. Она просто один из тех путей великого процесса обновления, в котором априори заложена вселенская схема, по которой она работает. Если вы хотите стать его частью, красота от вас никуда не денется. Эта часть вашей, ваша радость проявится в результате, как она вспыхивает при виде прекрасного заката. Количество людей, с которыми я говорю о крышах над городами, весьма велико. Сегодня эту логику начинают воспринимать при крупном планировании. Она проникает в профессиональную лексику. Этот райский сад, пусть он очень мал в сравнении с городами, все же определенно дает возможность задуматься о более масштабных проектах. При каждом удвоении размеров купола экономия энергии растет все быстрее. При постройке чего-то размером с мегаполис экономия энергии будет такова, что огромные проблемы сегодняшнего дня, начиная от регуляции отопления до кондиционирования воздуха и объем потребления энергии снизится до почти незначительного. И при куполе размером с мегаполис мы просто совсем не будем замечать его решетки, он будет гораздо выше. Этот выставочный купол представляет собой усеченную на четверть сферу, поэтому стены постепенно удаляются от тебя, что производит потрясающий психологический эффект ощущения свободы. внутри ты вдруг осознаешь, что стен как таковых нет. Что-то укрывает вас от дождя как громадный зонт, но нет ощущения запертости. Зная принципы, которые помогут нам справиться с самыми суровыми явлениями природы вроде землетрясений, ураганов и тон арктического снега, и теперь, зная, как математически рассчитать наибольший объем при наименьшем числе элементов, следующим шагом нужно узнать, как создавать такие поверхности с высочайшей скоростью и экономической эффективностью. Мы никак не можем производить нужный нам материал быстрее, чем громадная машина для производства бумаги делает из нее эти огромные рулоны. И объединив такую машину с печатным прессом, мы сможем наносить на бумагу очень важную математическую информацию. Так что это теперь вполне осуществимо. И сейчас мы испытываем купол из картона, на который и наносится вся эта прекрасная математика, печатаются линии сгиба, и все сгибается почти само. Поэтому мы сейчас способны производить лишь на одной такой машине 3000 домов в день. И эти дома будут выпускаться отпечатанные, компактные, удобные для перевозки самым экономичным образом. Картонные купола выходят около 5 центов за квадратный фут, при 2 долларах за квадратный фут наших привычных построек. И сегодня, делая их из соответствующей крафт бумаги, мы получаем очень высокую прочность на растяжение и на сжатие в условиях сырости. И они могут стоять так же долго, как любые привычные нам дома, те же деревянные. если у вас есть жилища с индивидуальным набором удобств, по сути, черный ящик, обеспечивающий вас всем необходимым. И именно такие будут у астронавтов, чтобы человек мог освоиться в любой точке Вселенной в очень небольшой капсуле. Вам нужно позаботиться обо всех подобных процессах, о которых на Земле заботится невероятный экологический баланс в природе. И такой черный ящик должен быть совсем небольшим, чтобы уместить его среди прочего. И мы сочли, что он должен весить максимум 225 килограммов и быть размером не больше вместительного чемодана. И 225 кило, стоящие изначально 20 миллиардов долларов, будут, тем не менее, сделаны главным образом из металлов нам вполне привычных и очень легких, разумеется. Это авиационные материалы, стоящие меньше 5 долларов за кило. То есть ящик будет стоить 1000 долларов. И этот ящик планируется сдавать в аренду с погодовой оплатой, поскольку он не будет изнашиваться быстро, так что вскоре вы сможете погасить долг, скажем, через 5 лет, и потребуется всего 200 долларов в год для его покупки, что и будет вашей арендной платой. Так что получив свой черный ящик за 200 долларов, вы можете отправиться со своим геодезическим куполом, симпатичным космическим зонтиком, туда, куда хотите, где не так давит повседневность, и выбрать красивое место, как мы на этом острове, и сможете вести самый высокоразвитый образ жизни, просто имея такой черный ящик. Кто тогда захочет платить высокую аренду, существующую сегодня исключительно из-за высокой плотности населения и отсутствия маленьких черных ящиков? Мы получим по сути человека с зонтиком и портфелем, способного отправиться в любую точку вселенной и жить по самым высоким стандартам. На основе навязанного рабочего допущения, что вокруг практически некуда деться и никогда не будет, что либо ты, либо тебя, человеку сказано «Заслужи право жить» или «Умри». Докажи, что ты лучше других». На этой основе общество полагает, что получится некая система распределения или социалистическая система, если мы не зарабатываем на жизнь на некой работе, предоставленной кем-то еще. Отсюда идея работы. Ты должен заниматься чем-то, что тебе особо не нравится, вместо того, чтобы следовать голосу своего разума, как и что тебе стоит делать. Такова в общем идея зарабатывания на жизнь. И мы сказали «Ты не обязан работать за ступом и лопатой, на это у нас есть бульдозер. Мы не требуем от тебя носить синие джинсы и пачкать свои руки. Мы хотим, чтобы все были белыми воротничками. И теперь все хотят быть белыми воротничками. Мы изобретаем новые профессии, понастроили невероятное число зданий, которыми забиты все наши города, чтобы обеспечить этих людей работой. И мало того, у нас есть риэлторы, которые говорят, что мясникам весьма нездорово ночевать возле мяса. Поэтому все наши пишущей машинки спят возле отличных водопроводных труб, а люди спят в трущобах без водопровода. Поэтому мы хотим добавить сюда немного здравого смысла, сказав, не нужно соглашаться на работу, которая тебе не нравится. Вспомни, будучи ребенком, о чем ты мечтал, когда они сказали, что ты должен зарабатывать на жизнь? Я хочу предложить всем обдумать идею некого товарищества. Каждая тысяча долларов, что вы даете этому товариществу, поможет совершить прорыв к обеспечению жильем каждого, чтобы все могли легко его себе позволить. И мы скажем, что с момента, когда вы сделаете это, все эти люди начнут покидать все эти здания навсегда, раз им не нужны эти деньги за мартышкин труд. И мы переселим всех людей из трущоб прямо в эти прекрасные здания. Так что проблема урбанизации по сути будет полностью решена сегодня. Люди просто не осознаете, что в общем каждый из нас астронавт. Вы все живете на борту маленького прекрасного звездолета по имени Земля. Сейчас мы отлично понимаем, как ту же скорость света, тот факт, что у нас сегодня достаточно знаний, как сделать столь многое и столь малого. Мы достаточно понимаем о нашей великой вселенной и о человеке во вселенной, чтобы осознавать, что его функция способность разума вносить мы прекрасно осознаем, что великие концепции Эйнштейна могут служить не войне, но жизни. И теперь это доказано на практике. Метафизическое главенствует над физическим. Именно это человек склонен называть утопией, маленьким словом, не способным адекватно описать невероятную свободу человека в его новых взаимоотношениях со Вселенной, альтернатива которым небытие. Перевел Святослав Макаров Unseen Matters Редактировал и озвучивал Voice Power. Субтитры Редактор субтитров Корректор А.Кулакова